Своё жильё потерять тоже уж неприятное. Со слезами на глазах вспоминает Яна Корюхина то страшное утро. Вячеслав, отец Яны, проснулся от громкого хлопка на улице. От увиденного пришёл в шок. Горел гараж. Туда Вячеслав с вечера впервые загнал машину. Она-то и загорелась от автозапуска. Я пошёл в гараж, горит машина. Пока тушил машину, пытался, чтобы на дом не перекинулся огонь. Огненная стихия оказалась сильнее. Остановить пламя в одиночку Вячеслав не смог. Пожарные приехали поздно, перепутали адрес. Огонь тем временем перекинулся на дом. Где кирпичные стены, вот так вот у нас начинался большой зал. Большой двухэтажный дом. Его семья Корюхина своими руками строила около трёх лет. Сюда они заложили накопленные годами средства. Уютные и просторные, думали на века. Здесь под одной крышей жили Мария и Вячеслав Корюхины. Их дочь Яна вместе с супругом и пятимесячным сыном Никитой. Вот только застраховать постройку не успели. Одела быстро куртку, ночнушку и вот сапоги. Ребёнка замотала в одеяло в тёплое, байковое. Мама тоже выбежала в ночнушки. Что успели, то вот одели. Вся одежда, деньги, документы. Ничего не удалось спасти. Баня – единственное помещение, до которого огонь не добрался. Сейчас здесь утится всё семейство. Мы тут спим. Это семья Ганединовых из села Привольное. Два года назад пожар оставил их без крова. Мир не без добрых людей. Неравнодушные татарстанцы быстро собрали деньги в помощь пострадавшим. Без крыши над головой не осталось и семье Трифоновых из Верхнеуслонского района. Неравнодушные за четыре дня собрали полтора миллиона рублей. Вот так вот, дядь Саш, всё бывает. Этой семье некуда податься. Сняли бы квартиру, денег нет. Но Татарстан не без добрых людей. Реквизиты банковского счёта на экране. Пока же Кирюхины обживают баню. Алина Бережная, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова